В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет заведующая ортопедическим отделением Республиканской стоматологической поликлиники Алима Лепшокова. Доброе утро всем. Доброе утро, Алима. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Мы будем говорить с вами о льготном протезировании по реабилитации. Мне бы хотелось спросить, какие категории граждан входят в это льготное протезирование? В соответствии с законом КЧР о мерах социальной поддержки реабилитированных, в эту категорию граждан входят люди, пострадавшие от политических репрессий. Эта льгота распространяется не только на районы и на городских жителей. Мы обслуживаем жителей всей республики. В рамках этого льготного протезирования они получают протезирование полными съемными протезами, мастовидными протезами, коронками. И в принципе это восстанавливает полностью жевательную функцию. Насколько я знаю, немногие люди даже об этом знают. И даже в нашей республиканской столице. Да, в последнее время у нас очень участились вопросы в плане того, что успевают ли люди, ограничена ли эта льгота. Нет, она сейчас в данном случае не ограничена. И желающим получить зубные протезы до нового года мы всячески будем содействовать. Это тоже можно. Были разговоры о том, что у нас ограничен объем по протезированию. Нет, у нас остались деньги на этот год, то с удовольствием поможем обрести зубы к новому году. Куда людям надо приходить? Мы рады видеть с 8 до 5 смотровой кабинет 405 Республиканской стоматологической поликлиники. Там ведется смотровой прием. На смотровом приеме мы проводим консультацию, осмотр. При необходимости диагностируем при помощи снимков, направляем для лечения, удаления. Это все делается в рамках ОМС приема бесплатно. Абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно. Есть категории протезов, которые идут в платное протезирование. Это уже чисто индивидуально предлагается пациентам. И если есть необходимость или желание пациента, мы его удовлетворяем. Во всей ли республике проходит это мероприятие? Вообще это федеральная программа, поэтому да, по всей республике. Почему-то городские жители считают, что это касается только районов. Нет, городских жителей мы тоже ждем. Все категории граждан, которые попадают под эту категорию реабилитированных с удовольствием. Это очень хорошее дело. И я надеюсь, что те люди, которые в этом нуждаются, нас услышат. Я вас благодарю за участие в нашей программе. И, конечно, желаю успеха вам в работе. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программу «Черкесская редакция» в 14.30. «Вести» Карачаева Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...